Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Краснодарском крае приостановлено бронирование номеров в отелях. Такое решение принял губернатор. В Сочи общественный транспорт сократят наполовину. Последний рейс в 9 вечера. 4,5 тысячи спецопераций за год. И это только по краю. Сегодня день войск Национальной гвардии России. На Кубани вводится временное ограничение на транспортное сообщение. Губернатор края поручил региональному Минтрансу проработать этот вопрос в отношении всех видов пассажирских перевозок. Предполагается закрытие перелетов из Краснодара в Сочи. В муниципалитетах и между ними сократят железнодорожные перевозки и автобусные рейсы. Это только одна из мер против распространения коронавирусной инфекции. Действия в сложившейся ситуации обсуждали на заседании оперативного штаба. Совещание возглавил губернатор края. Вениамин Кондратьев обратился к жителям Кубани с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым властями мерам. В зале в сети, от кого напрямую зависит экономическая, продовольственная и общественная безопасность Кубани. По видеосвязи руководители всех районов. Открывая заседание краевого оперативного штаба, глава региона сразу обращается к жителям края. Следующая неделя объявлена президентом нерабочей. И здесь губернатор просит подойти к этому разумно, обезопасить себя и своих близких, приняв решение остаться дома. Ведь речь идет не только о собственном здоровье, но и об окружающих. Хочу обратиться к жителям края с пониманием того, что те меры, которые сегодня обозначил я, это необходимые меры для того, чтобы мы все-таки остановили распространение коронавируса на территории нашего края. Это благополучие, безопасность. В первую очередь, жизни вашей и окружающих вас людей, в том числе ваших близких. Еще раз подчеркиваю, я прошу отнести с пониманием. Это вынужденная необходимая мера. И чем жестче мы войдем в режим самодисциплины, тем быстрее мы пройдем этот промежуток неблагополучной ситуации с коронавирусом, которая возникла на территории Краснодарского края. Быстрее пройдем. Вот общая сплочение, общая самодисциплина. О том, какие меры будут предприняты на федеральном уровне, чтобы преодолеть угрозы, связанные с распространением коронавируса, рассказал президент в своем послании. Озвученные поручения на Кубани уже выполнены. Так, с сегодняшнего дня по постановлению Роспотребнадзора ограничена работа кинотеатров, фудкортов в торговых центрах, объектов развлечений и спорта. Указ не про трудовую доблесть. Указ и президент его подписал для того, чтобы максимально людей находилось на самоизоляции. Поэтому это не тот случай. Если там, понятно, какое-то производство непрерывное, требующее, его невозможно остановить, это еще понятно. Но все остальное должно быть закрыто. Краснодарский край, как регион курортный, требует особых дополнительных мер, уверен губернатор. Краевому Минтрансу Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос об ограничении авиасообщения между Краснодаром и Сочи. Планируется, что изменения коснутся железнодорожных перевозок и автобусных рейсов между муниципалитетами. Министерство транспорта нашего края я поручаю проработать вопрос о закрытии авиационного сообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля. Также проработать вопрос с РАОЖД о количественном сокращении железнодорожного транспорта, пригородного. Также поручаю проработать вопрос об ограничении межмуниципального пассажирского сообщения и ограничении внутри муниципального пассажирского сообщения. Мы должны убрать соблазн, еще раз подчеркиваю, путешествовать. Сегодня наш край не для путешествий и не для отдыха, если уж хотите. Потому что на самом деле идет массовое бронирование номеров на Черноморском побережье. Такое ощущение, что разгильдяйство некоторых жителей просто такая безответственность. Они ни о себе не думают, ни о других не думают, ни о близких своих не думают. Давайте мы о них подумаем. Создадим условия такие, чтобы все-таки, если прилетели в отель, пусть в отеле и отдыхают. Только за последнюю неделю на горячую линию обратилось более 7 тысяч человек. Около 900 из них – люди, недавно вернувшиеся из стран зарубежья. Заразившиеся коронавирусом в первую очередь попадают в инфекционные больницы края. Всего на Кубани развернуто 3149 инфекционных коек. В случае острой необходимости в течение двух суток 10 организаций здравоохранения будут перепрофилированы. Вся медицинская база готова, лекарства закуплены. В борьбу с коронавирусом привлекают и частные клиники. Министерство здравоохранения проработало вопрос с частными клиниками. Не все, правда, откликнулись на запросы. Но, тем не менее, сейчас мы имеем информацию, что 48 аппаратов искусственной вентиляции легкие у нас есть в частных поликлиниках. Если необходимо, давайте я подготовлю, подпишу постановление о том, что это нужно будет задействовать. Зарабатывать на этой ситуации никому не позволено, и никто не будет. Мы дожмем эту ситуацию. Даже сейчас на и клинике. Так вот, еще раз подчеркиваю, я готов подписать постановление. Если нужно, с компенсационными моментами, понятно, но они будут работать на интересах жителей края. Вот в том числе эти аппараты. У нас нет времени. Мы и так, отчасти, где-то пошли сейчас на действия, которые для нас где-то пограничны с нашей компетенцией. Но мы понимаем, что сегодня за этим стоит жизнь, даже не здоровье, а жизнь жителей Краснодарского края. На ежедневном контроле региональных властей продовольственное обеспечение. Специалисты ежедневно мониторят до 4000 магазинов и супермаркетов, повышаются ли цены и есть ли товары на прилавках. Например, только запасов чая, консервов и кондитерских изделий хватит на 4 месяца. В настоящее время в Краснодарском крае, я заявляю ответственность, ситуация стабильная. В списке продукции с запасом чуть более двух месяцев. Это молоко сгущенное, соль, пшено, крупы и так далее. Масла подсолнечного хватит у нас, по нашим оценкам, сегодня примерно полтора месяца складские запасы. На передовой борьбы с коронавирусом сегодня находятся тысячи медиков, работников социальных служб, волонтеров и полицейских. В первую очередь они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, резиновыми перчатками, антисептиками и медицинскими масками. На последний особый спрос для этого края закупил партию масок порядка 500 тысяч. Сегодня, насколько я знаю, договор уже должен быть заключен. Я думаю, что максимум к субботе уже маски... Коллеги, давайте, они чтобы завтра к вечеру были здесь, а в субботу, чтобы мы их начали раздавать. Хорошо. Все, вот так и организуйте, коллеги. Здесь нет времени вообще на раскачивание. 500 тысяч масок для того, чтобы мы обеспечили ту категорию, которую я перечислил. Это полицейские, врачи, волонтеры, казаки. Все, кто оказывают помощь населению, они первыми должны быть обеспеченными средствами индивидуальной защиты. Решение найдено и по другим средствам индивидуальной защиты. Три предприятия Кубани, выпускающие спиртовые антисептики, увеличили объем производства до 32 тонн в сутки. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Каникулы отменяются. В Краснодарском крае с 28 марта приостанавливается бронирование номеров в отелях и гостиницах. Такое решение принял губернатор края из-за угрозы распространения коронавируса. Действовать ограничение будет в дни, объявленные главой государства нерабочими, вплоть до 5 апреля. Глава Кубани отметил, что буквально за сутки с момента обращения президента России, бронирование гостиниц на Черноморском побережье резко выросло. Особенно в Сочи. Президент в своем послании отметил, что дополнительная неделя выходных дней дана для возможности побыть дома, ограничить контакты и передвижения. Чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции, это не неделя дополнительного отпуска или каникул. Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостинице. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение «Краснодар-Сочи», а также количество пассажирских автобусных и ИЖД-перевозок. Предусматриваем возможность приостановить деятельность санаториев и предприятий, если там появится хоть один заболевший коронавирусом. Постановление губернатора опубликовано накануне. В нем также содержатся ограничения работы торговых центров, парков, точек общепита. Кафе и ресторанам теперь следует готовить еду только на вынос. Премьер-министр России Михаил Мишостин подписал ряд поручений о мерах по сдерживанию коронавирусной инфекции. С 28 марта и до 1 июня приостанавливают свою работу гостиницы, санаторий, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря. В эти дни вообще не будет приема новых посетителей. Кроме того, до 1 июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы. О новых ограничительных мерах сегодня говорили в Краснодаре. Глава региона провел заседание оперативного штаба. Напомню, с завтрашнего дня в крае временно прекращаются заселения в отели и новые бронирования. Это избавит жителей и гостей кубанских курортов от искушения провести выходную неделю у моря, уверен Вениамин Кондратьев. В то же время, а туристов, которые уже проживают в отелях и санаториях, выселять не будут. Здесь должно быть полное понимание, особенно тех, кого коснулись наши ограничительные меры. Я понимаю, что это бизнес, я понимаю, что это потеря прибыли. Но давайте лучше мы потеряем прибыль вот в эту неделю, чем мы потеряем прибыль во весь курортный наш летний сезон. И лучше мы сейчас скрутируем свой график работы и потеряем, да, неделю, эту неделю, но выиграем как минимум 3-4 месяца активных, естественно, прибыльных в наш летний курортный сезон. Еще раз подчеркиваю. Поэтому давайте подумаем о себе, о жизни и своей, и своих близких и родных. Потому что здесь это, наверное, в первую очередь вызвано ради этого, сохранение жизни жителей нашего края. И всех, кто к нам приезжает. Затем, как исполняют распоряжение губернатора о запрете бронирования, а также заселение в гостиницы и отели, будут следить специальные мониторинговые группы. Они начнут работать на курортах края. Ну и подробнее об ужесточении мер по профилактике распространения коронавируса в Сочи сегодня рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. Сейчас вся страна борется у нас, предотвращает коронавирусную инфекцию. Такого опыта, к сожалению, еще не было ни у кого, ни одного муниципалитета. Поэтому, начиная с 28 марта, когда объявлена неделя выходных дней, и есть решение заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, я думаю, многие его с ним уже знакомы, Михаила Мишустина, о том, что с 28 числа мы приостанавливаем размещение во всех средствах размещения, которые существуют на территории города Сочи. Это касается любых гостиниц, пансионатов, отелей, санаториев. Частному сектору также рекомендовано. Это касается всех средств размещения, не только крупных, не только тех, кто состоит в реестре. Будут созданы мониторинговые группы, начиная с завтрашнего дня. Мы сегодня уведомили всех абсолютно собственников средств размещения относительно данных рекомендаций. Это, еще раз повторяю, не рекомендация, это нормативный документ, постановление губернатора. Ознакомили всех из завтрашнего дня. Мониторинговые группы из числа сотрудников администрации управления Роспотребнадзора, полиции будут мониторить отели на предмет соблюдения этих требований. Мы завтра примем только тех гостей, которые на сегодняшний момент находятся в поезде и уже добираются в город Сочи и не могут сейчас развернуться и вернуться. Но, еще раз повторяю, учитывая, что это будет не совсем тот отдых, на который они рассчитывали, я думаю, что многие будут принимать решение о том, чтобы прервать этот отдых и вернуться домой. Существует два варианта. Либо возврат денег, это уже будет решать объект размещения, либо перенос на более поздние сроки. Те туристы, которые забронировали, запланировали приезд в город Сочи, начиная с 28 числа, мы рекомендуем им перенести бронирование на более поздние сроки. На сегодняшний момент в городе находится достаточно большое количество туристов. Конечно, мы отмечаем снижение количества туристов, турпоток, но, тем не менее, туристов достаточно много. Это порядка 52 тысяч человек. Из них 222 – это иностранцы. Все эти туристы будут продолжать размещаться в тех отелях, пансионатах и санаториях, в которых они проживают, но в режиме изоляции. А именно, учитывая, что с 28 числа в городе у нас прекращается работа всех общепитов, рестораны, кафе, бургерные, всевозможные кофейни, все будет закрыто. Организация питания возможна либо в отеле с доставкой непосредственно в номер, если это завтрак, либо, если включен только завтрак, возможен заказ из любого предприятия общественного питания с доставкой в номер. В городе режим повышенной готовности. Это не чрезвычайная ситуация, но это режим повышенной готовности. Поэтому данные туристы могут выйти, конечно, прогуляться на море, подышать воздухом, но еще раз повторяю, никаких культурно-массовых, зрелищных, развлекательных мероприятий в городе не проходит. Ни один кинотеатр, парки, объекты показа – все закрыто с завтрашнего дня. Мы призываем всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и, учитывая, что для города Сочи курортная отрасль – это градообразующая отрасль, мы с вами должны совместными усилиями переждать вот этот период, посидеть дома для того, чтобы инфекция наконец-то оставила нас в покое, мы смогли спокойно и полноценно провести курортный сезон. Но, повторяю, с 28 марта по 1 июня мы не рекомендуем туристам приезжать в город Сочи. Светлана Батяйкина также отметила, что в условиях новой экономической ситуации предприятия туристической отрасли терпят большие убытки, но в данном случае здоровье и безопасность горожан важнее прибыли. Меры поддержки прорабатываются на уровне правительства Российской Федерации. Я думаю, вы все слышали обращение к нации президента, где он сказал, что все эти меры будут проработаны на федеральном уровне. Администрация выполнит все те требования, которые будут к нам предъявлены. Мы понимаем, что ущерб будет колоссальный, но, коллеги, здоровье, жизнь граждан и наша с вами безопасность все-таки важнее любых денег. И я хочу, чтобы с пониманием отнеслись не только туристы, но и все, кого это касается. В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 28 марта на 50% сократятся пассажирские перевозки. Это значит, что количество подвижного состава на муниципальных маршрутах также будет сокращено вдвое. Последний рейс на маршрутах будет отправляться в 9 часов вечера. Затем общественный транспорт прекращает работу. При необходимости будет введена вынужденная мера по переводу работы общественного транспорта на трехразовое сообщение в утренние, обеденные и вечерние часы. Во всех автобусах усилены санитарно-профилактические мероприятия. Перед выездом на линию и во время стоянки на конечной остановке транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами. Передвижение общественного транспорта по городу также будет ограничено. В два раза уменьшается количество общественного транспорта. Это еще раз повторяю, связано с тем, чтобы жители города не воспринимали предстоящие выходные как время для того, чтобы прогуляться или отдохнуть. Это время для самоизоляции, для того, чтобы побыть дома и минимизировать те риски, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Достаточно многие жители России решили, что учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в мире целом, очень многие решили направиться отдохнуть в Сочи. Вот для того, чтобы избежать вспышки заболевания в городе, эти меры предпринимаются. Поэтому и авиасообщение будет уменьшаться, и железнодорожный транспорт также пересматривает свою сетку движения. Уменьшается сообщение между Сочи и Краснодаром. Это будет, по-моему, три электрички для того, чтобы люди, которым крайне необходимо перемещаться, могли этим воспользоваться. Расписание движения городских и пригородных муниципальных маршрутов можно отследить на сайте Департамента транспорта и Дорожного хозяйства администрации города Сочи или в мобильном приложении «Транспорт Сочи». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Департамент транспорта Офисы МФЦ в Сочи временно приостановят приемы и выдачу документов. Следующая неделя в многофункциональных центрах объявлено нерабочие в соответствии с президентским указом. Тем, кто записался на сдачу документов с 30 марта по 3 апреля, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи на новые даты по телефону 8 800 302 34 44 или через единый портал МФЦ Краснодарского края после авторизации в личном кабинете. Контактный центр в эти дни будет работать с понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. После 3 апреля прием документов будет проходить по предварительной записи. В России вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса пока до 1 мая. Решается сегодня вопрос о срочке налоговых платежей. У предпринимателей в условиях новой экономической ситуации накопилась масса вопросов. Ответы представителей бизнеса получили сегодня от руководителя Федеральной налоговой службы. В видеоконференции в режиме реального времени принимала участие и Сочинская торгово-промышленная палата. Обстоятельства форс-мажорные, поэтому вебинар проходит онлайн. На связи с Федеральной налоговой службой России более 10 тысяч предпринимателей со всей страны. Прямой эфир в Сочи организован в торгово-промышленной палате, но предпринимателей здесь нет. Карантин. Свои вопросы бизнесмены задают прямо из дома. Главный волнующий предпринимателей вопрос, как действовать при невозможности уплаты налоговых и неналоговых платежей. Да, действительно ситуация сложная. Сейчас период сдачи отчетности, период оплаты налогов, налогов квартальных. Поэтому у предпринимателей резко упала выручка и, естественно, у них не хватает средств не то, что заплатить налоги, а выплатить хотя бы какие-то платежи своим работникам. И, как вы слышали, не все отрасли попадают под острочку платежей и под 15-процентные. Да, есть предприятия, которые вообще не относятся к категории МСП. Вот, кстати, консультацию потом, что относятся предприятия или нет, мы даем абсолютно бесплатно всем предпринимателям. Отсрочка есть по контрольным мероприятиям. Все документы развещены на официальных наших порталах. Отсрочки по платежам только для определенных отраслей. Вы слышали, да? Каждый день. Вообще так. Следите за информационными порталами, потому что ситуация меняется не то, что ежедневно, ежечасно. В торгово-промышленной палате открыт штаб оперативный, куда к нам стекается вся информация, которая есть проблемная у предпринимателей. Приходить к нам не надо на Кубанскую 15. Звонить можете. Телефоны есть на всех официальных сайтах. Звоните. Работает электронная почта. Почта очень легкая. ТПП. Сочи. Собака. ТПП. Сочи. Ру. Казачество и военные вопросы в краевой администрации с сегодняшнего дня будет курировать Сергей Пуляковский. Ранее в ведении вице-губернатора была внутренняя политика. Заместителем главы региона его утвердили в декабре прошлого года. Постановление о новом назначении подписал Вениамин Кондратьев. В подчинение Сергею Пуляковскому также передано управление по мобилизационной работе и Министерство физической культуры и спорта. Кроме того, он стал кандидатом в атаманы Кубанского казачьего войска. Сергею Пуляковскому 44 года. У него большой опыт в оборонной сфере. Он окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Академии имени Фрунзе и Государственной службы при президенте России. С августа 2016 года занимал должность военного комиссара Краснодарского края. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 27 марта 1945 войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Василевского завершали ликвидацию остатков группировки немцев юго-западнее Кёнигсберга. Советские артиллеристы и летчики потопили много плотов, лодок и понтонов, на которых гитлеровцы пытались переправиться через залив. Правда, пишет о поддержке наземных войск авиации. Особенно отличились летчики-гвардейцы полковника Пруткова. Воздушной разведкой было установлено, что в одном районе в каменных зданиях сосредоточено несколько дивизионных и корпусных штабов противника. Они готовились к эвакуации. Две группы самолетов «Илюшин» внезапно подошли к цели и нанесли удар по зданиям и автопарку. Ожесточенные бои продолжаются в Венгрии между Дунаем и озером Болотон. Чтобы очистить болотистые переходы от мин, вперед были брошены саперы. По пояс в воде под шквальным огнем они продвигались по дамбам. За ними, рассыпавшись по болотистой низине, шли роты стрелков. Под прикрытием дымовых завес двигались бронетранспортеры. Траншеи одна за другой переходили в руки советских солдат. «Красная звезда» в этот день пишет об уязвимости новых немецких реактивных истребителей. В бою выгодно на расстоянии 500-600 метров от мейстершмиттов производить крутые развороты. При таком положении немецкий пилот неизбежно проскочит цель, а попытавшись развернуться, попадает во внешний круг и оказывается под прицельным огнем советского самолета. В этот день ТАСС передает из Лондона заявление командующего экспедиционных сил союзников Эйзенхауэра о том, что главная линия немецкой обороны прорвана. Однако Эйзенхауэр предупредил, что не стоит ожидать стремительного марша союзников прямо на Берлин. 27 марта – день войск Национальной гвардии России. Праздник установлен указом президента в целях сохранения преемственности воинских традиций. Ведомство создано на базе внутренних войск МВД России. Образованы территориальные органы. Среди них – Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю, в структуру которого вошли специальный отряд быстрого реагирования, отряды мобильные особого назначения, дислоцированный в Краснодаре и Сочи, а также ОМОН на транспорте и авиационный отряд специального назначения. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и общественной безопасности на массовых, в том числе международных мероприятиях. В прошлом году сотрудники специальных подразделений Росгвардии по краю приняли участие в более 4,5 тысячах специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержано 120 граждан, 707 лиц за совершение административных правонарушений. С участием сотрудников Росгвардии из незаконного оборота изъято 94 единицы огнестрельного оружия, 37,5 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, 165 игровых автоматов и поддельных купюр. На общую сумму около 3,5 миллионов рублей. Специалисты взрывотехники привлекались для обследования на наличие взрывоопасных предметов и их обезвреживанию. Только в прошлом году обезврежено 143 единицы боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Войска правопорядка с готовностью принимают участие в социально значимых проектах, например, по добровольной сдаче крови. Не забывают о воспитании подрастающего поколения, уже сейчас готовя будущий кадровый резерв. В контакте. Ну и заходите на наш канал в ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ